Славянский хай всем маргиналам! Прошло довольно много времени, и я не буду оправдывать задержку этого видео. Просто вот во время сидения, так скажем, в уборной, мной было обнаружено, что закончился toilet paper. Я не отчаялся. Ну и, как обычно, взял свой сварочный аппарат, расплавил керамику и получил отличные средства гигиены. Таким образом, мне удалось выжить. И вот, собственно, почему видео задержалось. Но вообще, я не какой-то там петух, чтобы отчитываться перед вами. Запомните, мне поебать. Хочу, делаю. Не хочу, тереблю свой дудонер. Мне похуй, я свободный человек. Хожу голым по улице и улыбаюсь каждому встречному. А что же насчет Call of Duty, спросите вы? И вправду. Заговорился я не по теме? Да и ладно, возвращаемся во Вторую мировую. После успешного захвата тактического моста главного героя сержанта Эванса и его друга капитана Прайса отправляют на задание по уничтожению гидроэлектростанции на немецкой плотине. Для того, чтобы отключить нацистам свет. Плотину взорвут с помощью бомб, но для того, чтобы дать возможность бомбардировщикам, так сказать, ЗАБОМБИТЬ! Сперва нужно уничтожить зенитные батареи. Вот я прибываю на место. Живописные пейзажи Центральной Европы ласкают мое зрение, словно я намазал яйца сметаной и позвал кота. От снайперов пару-тройку натуралистов, я зашел на дамбу и начал подрывать зенитки. После этого нужно было спускаться вниз через помещение. В это время мой анал уже начал сжиматься от количества наркоманов. Они были просто на каждом углу. Но через полчаса я все-таки добрался до генераторов. Заложил внутри приколов, вышел погулять и там тоже прикол оставил. Классно получилось. Дальше меня ждала последняя зенитка и попробуйте угадать, какой гениальный прием разработчики использовали в этой миссии. А вот нужно вернуться обратно по такому же пути и при этом немцев в два раза больше. Смотрите, я лежу среди трупов и отстреливаю новых трупов. Это давит на мои моральные качества. Наверное, такой прием должен был растянуть удовольствие от игры. Но единственное, что растянулось, это мое очко. А если хотите получить настоящее удовольствие, то я сейчас с вами поделюсь одним секретиком. В общем, есть удивительный мир наслаждения под названием «Игры с асфиксией». Все довольно просто. Смотрите, берете ремень, значит да, завязываете его вокруг горла и начинаете душить себя, параллельно мастурбируя. Удовольствие будет нереальным, а экуляция незабываемой. Это явление называется «собачий кайф». Но если серьезно, то не вздумайте повторять. Это очень опасно. Такими штуками занимались только нацисты. А вы прекрасно знаете, как они закончили. Я поднялся наверх, и сюда уже подъехал капитан Прайс. Начинается вторая часть миссии. Побег на машине от бешеных немцев. Сваливаем с дамбы и начинаем отстреливать похотливых нимфоманок. Уничтожаем их транспортные средства, а также мост. Чтобы няшки не смогли нас догнать. А щас отец вам покажет, как надо стрелять с ракетницей. Во время этой миссии я умирал больше всего, раз пять так точно. Но нужно жучиться на своих ошибках, и в итоге нам удалось успешно проникнуть в немецкий аэропорт. Мы с пацанами делаем небольшую стояночку наперекур, и в это же время защищаем позицию в ожидании спасительного самолета. Враг отправил на нас свою авиацию, но у меня слишком большие яйца. Возвращаемся в тачку и ловим воздушную маршрутку. Следующая миссия это вторжение на немецкое судно. Мы с ребятами устроили ролевые игры и переоделись в морячков. Вот это, кстати, вполне нормально, не переживайте за этого парня, он будет жить. Подплываем к вражескому кораблю, и капитан Прайс на азбуке Морзе говорит, «Ребята, все нормально, сейчас мы залезем к вам на борт». И мы реально залезаем? Хорошо, что капитан знает немецкий. Спускаемся вниз, попадаем в оружейный отсек, и пока тупой немец проверяет документы, капитан Прайс достает свой люля-кебаб и фарширует свинцом нацистские мозги. Собираем оружие, перестреливаемся с нигилистами и уничтожаем систему управления ракетницами. После успешного обезвреживания судна сваливаем к себе на лодку. Но, к сожалению, капитан Прайс не вернулся. Отличный парень был. А теперь начинается самое интересное. Советская кампания. В ней нужно играть за красноармейца Алексея Ивановича Воронина, которого вместе с тысячами других солдат отправляют на переправу Волги во время Сталинградской битвы. Здесь абсолютно безопасно, не стоит волноваться. Некоторые ребята решили поплавать. И если б я там был, думаю, я помер еще до начала операции, ведь, как мы знаем, в те давние времена слабых детей скидывали с обрыва. Вообще, я считаю, что это самая атмосферная сцена в игре. Она очень масштабная, и мое сердце кровью обливалось за наших советских пацанов. Причаливаемся в Сталинграде и... Блять, потерял своих товарищей. Винтовок хватило только на каждого второго, и, конечно же, Леха вместо оружия получил пять патронов. Вот это реально классная миссия. Все находится в движении, она проработана до деталей. Именно из-за нее я решил перепройти к Аллавдути. Так, ну в общем, я немного посидел за стеной, и после этого подбежал к своему новому корешу. Знакомьтесь, сержант Бородин. Он предложил гениальную тактику, по которой я должен подставиться под огонь пулеметов, чтобы отлечь внимание. Охуенно! Подумал я и побежал вперед. Мы с моим кентом решили пойти в обход. Пришлось, конечно, убить парочку своих, но это не важно. Ведь самое главное не победа, а участие. После переправы идет битва на Красной площади. И вот довольно интересная сцена расстрела своих же отступающих солдатов. Если вы спросите меня, то я скажу, что гораздо гуманнее рассказывать 15-летним школьникам про буравчик и собачий кайф. Как говорится... За Россию, матушку! Вперед! Мы переходим в атаку, и мне наконец-то удается подобрать винтовку Мосина. Но, к сожалению, немцы опять засели со своими автоматами, и мы с моим новым другом, сержантом Макаровым, знакомьтесь, решаем занять более выгодную позицию. Бог нам в помощь, и на площади в жилом здании открылась брешь, через которую мы пролезли наверх. Я убил офицера в тылу и перестрелял пулеметчиков. Идем дальше через город, который кишит насекомыми, и подходим к вокзалу. После профессиональной зачистки здания я разобрался с пулеметчиками и снайперами. После чего попиздовал дальше истреблять няшек по всему городу. Посмотрите на этого чела. Типичный славянский мужик. Красивый не по годам. Ну и вот, собственно, место назначения. Леху под свое крыло в качестве снайпера взял майор Зубов, который сразу же дает задание пойти отжать стратегически важное четырехэтажное здание на Пензенской улице. И, чтобы не попасть под огонь вражеских снайперов, нужно будет идти через канализацию. Жизнь просто кайф. А по канализации вовсю звучит пропаганда нарциссов. Германский народ не есть ваш враг. Если весь до отца, мы хорошо обращаться с вами. Но я не верю в пиндосские сказки, как учил мой дед пиво-вино-водочка, колбаса-селедочка. Ну вы только взгляните, какие они тупые, я им палку кинул, а они вот фу-ху-ху. Нормальный такой трюк. После очередной сотни нежданчиков я добрался до выхода. Аккуратненько отжарил кралю своим толстым агрегатом и дошел до Пензенской улицы. Четырехэтажный дом захватили снайперы и нам нужно его отбить. Это было довольно легко и казалось, что здание уже наше, но тут навалилась немецкая авиация мы были вынуждены быстро занять позицию в доме после успешной зачистки мы оказались окружены немецкими войсками в ожидании подкрепления я лично трахнул два танка и не менее 300 вражеских солдат какая тут огромная гора трупов в итоге нас спасли и все закончилось хорошо после этого лёху отдали под командование майора гришина и повысили до младшего сержанта его отправляют в варшаву чтобы лишить немцев фабрик на которых они ремонтируют свои танки как эти вонючие нейрохирурги посмели топтать земли моей родины от ярости я перестрелял всех нашистов и нашел танки еще немного перестрелок и вот уже вокзал а чуть дальше был уже целый павильон с танками я естественно истребляю всех немцев и выполняют поставленную мне задачу а в это время красная армия вплотную приближается германии и доходит до реки одер вот она вот тут находится и так как танкистов не хватает лёха становится одним из них вот это понимают танки сейчас проверю на прочность броню союзников мало ли она стоило мне сомневаться наши танки непробиваемые до советский союз делаем на века хули ёпта ну вы поняли чем я тут занимался въезжаем в город и оцените разрушаемость в call of duty эта миссия мне очень доставляла не только пробитием но еще и возможностью ломать здание пиздата вся военная техника противника уничтожена на этом отдельная арка советского союза заканчивается и мы переходим к заключительным миссиям первую будет выполнять наш старый друг рядовой мартин с июня 1944 за волейбол короче дела идут нормально танковые дивизии немцев уничтожены под сталинградом от авиации почти ничего не осталось так же как и от флота но гитлер решает использовать ракеты марти ну и другим солдатам нужно очистить бункере на территории бельгии в которой засели враги вот наш отряд и мы побежали зачищаем бункеры не только снаружи но и внутри сэр прошу прощения захвачиваем артиллерию и разбираемся с оставшимися напильниками а теперь миссия британца эванса уничтожить те самые ракеты которые готовят к запуску отлично эванс убиваем лохов проходя через укрытые снегом тихие леса германии по пути подрываем парочку машин и вот эти ракеты с запахом смерти я уже говорил как ненавижу пулеметчиков смотрите я пытаюсь прицелиться но прицел постоянно скачет потому что этот уебок шмаляет по мне шоп ты сдох говнюк после очистки всех бункеров в округе происходит заветный подрыв эх красотень какая и поступил правильно и поражать можно эванс убегает в безопасное место а лёха идет штурмовать берлин ну вы знаете чё ща будет да я подрываю последние надежды нацистов и добираюсь до рейхстага логово гитлера вместе с этим зданием окончательно рушится и сама нацистская германия добивая немцев подымаемся наверх вот то самое место где гитлер стоял и нервозно выкрикивал свои арийские доктрины советские солдаты пролезают на крышу для того чтобы вознести флаг над берлином рядовой терешков давай ебаш да классно мы победили накатим за победу и опта нормально было после такого торжества идут титры и на этом первое кола в дути заканчивается что я могу сказать с одной стороны несмотря на историческую достоверность и атмосферу это по большей части тир в котором нужно убить просто нереальное количество немцев но с другой стороны деды же воевали ты чё не уважаешь дедов так что вот так может быть я запилю еще одно видео на тему кола в дути но как мы знаем пути господни неисповедимы на этом я прощаюсь с вами до свидания и Субтитры сделал DimaTorzok